В почтовых ящиках архангелогородцев в последнее время стали появляться листовки с предложением поменять счетчики на воду от компании городской центр обслуживания ЖКХ и городская сервисная служба ЖКХ. Это очень похоже на обычные квитанции от коммунальщиков. На самом деле, прикрываясь несуществующими организациями, дельцы предлагают установить водосчетчики по цене в несколько раз выше, чем у водоканала. Нечестными продавцами уже заинтересовались в федеральной антимонопольной службе. Уже на первый взгляд видны признаки нарушения закона о рекламе. То есть эти листовки фактически являются рекламным трюком, предложением обращаться именно к этой компании. И эти листовки не содержат необходимой информации, указания на юрлицо, на номер свидетельства, ИНН и прочее. В Поморье стартовал форум «Арктика сделан об России». 175 молодых специалистов сосредоточат свое внимание на проблемах и точках роста арктических регионов как опорных зон. Образовательная программа форума стартовала с лекции губернатора Архангельской области Игоря Орлова «Арктическая зона. Уезжать или жить и развивать». Вокруг этого вопроса строилась панельная дискуссия. В рамках неформального общения глава региона обсудил с участниками добычу алмазов новые решения для энергетического сектора и востребованность инновационных решений. Вы знаете, я сейчас посмотрю, чем они будут отчитываться 1 апреля. Я собираюсь обязательно поучаствовать в подведении итогов. Я думаю, что мы сможем им предложить реализацию их проектов, их идей. Свои проекты по развитию Архангельской области как опорной зоны Арктики участники форума представят к 1 апреля. До конца марта всем, кто имеет право на льготу при уплате налогов, необходимо заявить об этом в инспекцию, предоставив копии необходимых документов, например, пенсионного удостоверения. Одни льготы полностью освобождают от уплаты налога, а другие лишь частично. Например, по транспортному налогу размер льготы в Архангельской области ограничен суммой 980 рублей. Не важно, о каком налоге идет речь, будь то налог на имущество физических лиц, транспортный, либо земельный налог. Главное – подать заявление о льготе до первых чисел апреля, то есть до начала исчисления налога. А пользователи личного кабинета, сайта Федеральной налоговой службы, могут подать заявление и документы в электронном виде непосредственно через сервис. 8 апреля во Дворце детского и юношеского творчества пройдет благотворительная акция «Время добра». В ней примут участие дети со всех коррекционных школ, интернатов и реабилитационных центров Архангельской области. Билеты на концерт можно приобрести в кассах АЦДО. Все собранные средства пойдут на творческое развитие детей с инвалидностью. В этот раз мы решили немного изменить формат и провести не просто концерт, в котором принимают участие дети с инвалидностью и коллективы Дворца детского и юношеского творчества. А еще провести благотворительную ярмарку. И на самом деле оказалось, что столько заинтересованных ребят, которые готовы предоставить свои работы, настолько интересные получились работы, более 300 подделок, изделий всевозможных, будут представлены на благотворительной ярмарке. И поэтому я думаю, что будет очень-очень интересно. От музейных экспонатов до новейших моделей выставка спасательной техники на площади морского вокзала, которую увидят участники Арктического форума, почти готова. Один из главных экспонатов экспозиции – специализированный пожарный автомобиль с технологией температурно активированной воды. Принимал участие при ликвидации аварии на Саяно-Шушенской АЭС. С помощью специальных технологий режет лед словно масло. Здесь используется для этого технология температурно активированной воды. Подбирая определенным образом давление и температурные показатели воды, вода приобретает свойства, которые позволяют ей разрушать лед на молекулярном уровне. Три этнических ансамбля песни и танца дадут сегодня концерт в рамках Арктического форума в Архангельске. Это яркие коллективы Коми, Якутии, Чукотки, Зарни-Йоль, этногруппа Айрахан и государственный чукотский эскимосский ансамбль из города Анадырь, Эргерон. В концерте примет участие Ольга Литекай, этнолог, специалист по культуре коренных народов Чукотки и Камчатки. Она – исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горловое пение. Вас ждут в Доме народного творчества, что на площади Ленина 1 в 18 часов. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин